МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости Ориен ТВ в эфире. Здравствуйте. 20 минут у нас на то, чтобы рассказать о важном сегодня и подвести итоги этой недели. В эти дни суд отправил экс-замом мэра Геннадия Борисова в колонию строгого режима. Одно громкое дело завершено. В отношении Елены Киселевой, предпринимателя, которую разыскивали по делу Евгения Рапова, наоборот, расследование остановлено, все обвинения сняты. Еще в эти дни оренбушцы в срочном порядке спасали свои огороды, град доставил беспокойство, а родители воспитанников одного из лагерей попросили помощи правоохранителей. Дети стали вести себя странно. Оказалось, старшеклассники вожатые запугивали ребят. А еще в эти дни на выборном поле Оренбурга начались трения, но не сравнить с Петербургом, а в теме управляющих компаний, ответственных за чистоту, еще больше беспорядка. Об этом подробнее будет говорить с журналистом Ириной Левиной и экс-депутатом городского совета Виталием Соколовым. Неожиданное решение апелляционной инстанции сегодня в областном суде рассмотрели жалобу Аллы Чуриловой и Александра Сала. Бывшие бизнес-партнеры в середине февраля были приговорены к 5 и 6 годам соответственно. По версии следствия, Сала и Чурилова похитили зерно из резервного фонда почти на полмиллиарда рублей. По версии следствия, махинации зерном проводились с 11 по 13 годы. Само расследование и судебное разбирательство длились несколько лет, а оглашение приговора заняло два дня. Свою вину Алла Чурилова и Александра Сала не признали. Изготовление протоколов в 19-й год, хотя все протоколы это буквально на 1 октябре-сетябре 2018 года. Все документы Чурилова носили в режиме онлайн. Да как нам надо дать указание, когда у меня даже компьютер не было. Рассмотрение апелляционной жалобы началось в июне, его откладывали, и вот сегодня было вынесено решение. Приговор первой инстанции отменить дело, направить на новое рассмотрение, а подсудимым изменить меру пресечения содержания под стражей на подписку о невыезде. Палаты сформированы полностью. Еще 15 оренбушцев вошли в состав первой общественной палаты города. Общественная палата города появилась по инициативе мэра Дмитрия Кулагина, по аналогии с областной. Он первым выдвинул 15 кандидатур. В основном это представители некоммерческих организаций. Чуть позже городской совет общим голосованием утвердил еще 15 человек. Среди них предприниматели, врачи, художники, учителя. И уже выбранные члены первого созыва формировали третью часть палаты. В их числе также представители бизнеса, общественные деятели, руководители образовательных и медицинских учреждений. Где-то шумно так, что раздается на всю Россию, а где-то проходит маленький шумок. Это подготовки к выборам. На этой неделе много новостей из Санкт-Петербурга. Кандидатов не хотят регистрировать. В избиркомах теряют документы. Во всяком случае, такие жалобы озвучены федеральными СМИ. И это не единственные. Дошло до того, что намерены реформировать эти самые избиркомы. В Оренбурге в эти дни заменовались небольшими вспышками и все больше жалоб от оппозиционеров. По сути, на самих себя. Пресс-конференция о проблемах по муниципальному фильтру. Вот что сейчас некоторые выдвиженцы решили донести до жителей. Без подписи муниципальных депутатов они просто не увидят документы о регистрации кандидата. Кто-то еще сам со своей командой ездит по селам и весям, собирают заверенные подписи. Кто-то намерен просить в рио губернатора помочь в сборе, чтобы после составить конкуренцию. Но в целом за полтора месяца до дня Икс в Оренбурге – видимое спокойствие. Даже появившаяся газета Рината Хамеева с нарушениями законов о выборах недолго держала тему в топе. Южная тишина в ответ на северный шум. «Выборная кампания, на мой взгляд, идет, конечно, довольно скучно. Какие-то вот только на этой неделе появились попытки от оппозиционных депутатов начать привлекать внимание к возникающим у них проблемам и вообще создавать какие-то информационные поводы. Но пока это все не выглядит чем-то таким серьезным, честно говоря. И понятно, что вот эта проблема с муниципальным фильтром, она давно была всем известна. Поэтому вот теперь как-то о ней заявлять, когда до выборов остается полтора месяца. Ну да, важно заявлять, но звучит, честно говоря, несерьезно. Я не думаю, что мы тут, конечно, погремим какими-то скандальными такими историями, потому что, к сожалению, мне кажется, оппозиция наша не способна очень сильно привлечь внимание к чему-то негативному, если это происходит. Половину из этих вот восьми нынешних кандидатов я вам даже фамилии не воспроизведу. И, в общем, даже как журналист, наверное, не считаю нужным эти фамилии запоминать, потому что люди, которых мы вот увидели впервые и не увидим потом никогда, не вижу смысла их запоминать. Ну и по остальным кандидатам, которые, может быть, тоже могли бы считаться независимыми, к сожалению, объективно их политический вес крайне низок. Муниципальный фильтр – это анахронизм, то, что это выдумка Единой России для того, чтобы не пустить, так сказать, там кандидатов достойных, это совершенно очевидно. Но мы должны ведь смотреть еще, а кто те достойные кандидаты. Если это как, допустим, в той же Москве какой-нибудь Гудков или там Митрохин или кто-нибудь, так сказать, подобного калибра люди, то это одна ситуация. А тогда, когда здесь идут на выборы те, кто избирается на любых выборах, там от старшего по подъезду до президента России, ну, это же совсем другая. Правда, я тут услышал мнение одного из тоже популярных блогеров о том, что губернатором вроде может быть и этот, и этот. А я утверждаю, что и этот, и этот губернатором быть не может. Потому что для того, чтобы быть губернатором, надо иметь, так сказать, мало того, что соответствующий склад ума, образование, но еще и умение руководить. Руководить серьезными коллективами, руководить серьезными процессами. В область Беркомина, наоборот, отмечают, что работы стало больше. Ждут выдвиженцев с собранными подписями. Осталась неделя, до 19 июля. Предполагают, что могут отсеяться 3-4 человека из 8 заявившихся. И уверены, что все под контролем. На общих собраниях Центра Беркома претензий не имеют не то, что коллеги из Санкт-Петербурга. Об этом на записи программы «Эхо недели» рассказал председатель областной избирательной комиссии Александр Нальвадов. Я вот общаюсь, все коллеги настроены именно на вот такую работу. Возможно, это на местах. Конечно же, это территориальная избирательная комиссия, это комиссии, например, районов, которые, может быть, не всегда четко выполняют свои, мягко говоря, полномочия. Политологи в эти дни выдали свой анализ. В сентябре проблемными для Кремля могут стать 4 региона – Санкт-Петербург, Алтай, Вологодской и Астраханской области. В Оренбурге ожидается спокойствие. В то же время эксперты и политики области считают, что рано списывать Оренбуржий со счетов. Опасность представляет Восток, где в последнее время плачевная ситуация с предприятиями. От этого будет зависеть явка. А еще большинство добавляет – область просто осталась без выбора. – Да я, откровенно говоря, не думаю, что будет протестное голосование. Ну, во-первых, этого бы и не хотелось, но ведь протестовать, понимаете, особых оснований нет для того, чтобы протестовать. Вот те аргументы, которые я слышал, допустим, против исполняющего обязанности главы, ну это же просто даже говорить как-то неприлично, типа того, что он от Виксельберга, ну и что, от кого он должен быть. Вот эти доводы я вообще не понимаю. Или там нам нужен свой, ну он был свой накануне, недавно, и что мы от своего и имеем. Ну, то есть я говорю, все вот эти аргументы, они, на мой взгляд, очень слабые. И тогда, когда тот же Копичников говорит, а я там сниму паслера с выборов, ну, во-первых, не снимут, конечно, но с другой стороны, а ты что, этим в своей области лучше сделаешь? Вот ты об этом, Петр Николаевич, думал, нет? Если бы остался сейчас в числе претендентов Юрий Берг, я думаю, что шансы на протестное голосование были бы очень высокие. И на самом деле это был бы, наверное, подарок для оппозиции, если бы все-таки Юрию Бергу удалось пролоббировать свое решение, свое решение, желание участвовать снова в выборах губернатора Оренбургской области. С учетом, что был выполнен один из основных запросов на обновление, то вот скинут вот этот вот налет усталости, и поэтому дальше прогнозировать поведение электората крайне сложно. Конечно, в России все непредсказуемо, и на самом деле иногда может выстрелить совершенно непонятная история, про которую никто не сможет там заранее сказать, что она потенциально какая-то очень сильная. Да, такая вероятность есть. Но что это может быть и случится ли это? Здесь, мне кажется, невозможно давать каких-то прогнозов. Ну вот, если бы выборы происходили на этой неделе или на следующей неделе, то я пока не вижу вот таких вот предпосылок глобальных, чтобы вот эти протестные настроения прямо чувствовались в воздухе. Что отличит эти выборы, пожалуй, лишь далеко шагнувший прогресс. В четырех городах Оренбуржья будут стоять Каибы, урны с автоматическим подсчетом голосов. Обещают, будет все честно, их не взломают. Возможно и правда, подчас машинам поверить проще, чем людям. Остановили на дороге, посчитали, пьян и опасен. Неравнодушные водители сегодня утром на улице Базовой увидели машину, у которой двигалась весьма подозрительно. Они приняли меры, оповестили полицейских, правда, им пришлось длительное время ждать, охраняя авто. Он белял, выезжал на встречную. Об увиденном утром на дороге рассказывают очевидцы. Водители смогли остановить вазовскую шестерку. Предположили, что сидевший за рулем в «Жигуле» мужчина пьян. И вызвали сотрудников ГАИ. Просто мы ехали с Терешков, он чуть не совершил ДТП с Фордом, он сейчас уехал, молодой человек просто. И получается, этот молодой человек, который пьяный, выехал на встречку, на встречку выехал. Тот на обочину, там еще машины поворачивал. Ну, то есть чуть не совершил ДТП, тот молодой человек развернулся. Вот мы проявили бдительность, остановили его. Час 10 проторчали, вот сейчас уже получается час 25 проторчали. ГАИ приехал минут 15 назад всего-навсего. Позже установили, что за рулем шестерки был 40-летний мужчина. Он настоял на том, чтобы его отвезли в больницу для прохождения медицинской экспертизы. ГИБДД выражает благодарность неравнодушным жителям и призывает в подобных ситуациях сразу звонить по номеру 02. Короткая реклама на канале Орин ТВ. Мы скоро вернемся. Оставайтесь с нами. И мы продолжаем выпуск. Наказание за убийство вынесено сегодня в Центральном суде. Завершили дело о жестоком преступлении. Пьяное застолье не довело до добра. Преступление произошло еще в марте на улице Шевченко. Во время пьяных гуляний случилась драка. Обвиняемый нанес не менее пяти ножевых ранений своему другу. В результате пострадавший скончался на месте. Из допроса известно, что когда подсудимый наносил удары, предполагал, что его удары могут быть смертельными. Но это его не останавливало. Из характеристики обвиняемого ясно, что тюрьмы и колонии ему хорошо известны. По решению суда обвиняемый проведет в колонии особого режима 9,5 лет. Супруге погибшего обязан выплатить 700 тысяч рублей компенсации морального вреда. Заботы о червях. На этой неделе президент на саммите по производству и индустриализации в Екатеринбурге заявил, что возобновляемая энергетика негативно влияет на дикую природу. И прогресс ради экологии не должен стоять на месте. Вот такая цитата прозвучала. Все знают, что ветровая генерация хороша, но про птиц разве вспоминают в этом случае? Сколько птиц гибнет из-за ветряков? Они так трясутся, что червяки вылазят из земли. Комфортно ли людям будет жить на планете, уставленной чистоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей? Одним выступлением, по сути, Владимир Путин перечеркнул то, что в Оренбургской области строили несколько последних лет в разных районах, назывались лидерами альтернативной энергетики и возили гостей на экскурсии. А то, что это прозвучало от руководства страны, подчиненные слышали и слушали вполне закономерно, считает Ирина Левина. В июне я от разных экспертов слышала разные цифры по поводу развития альтернативной энергетики в мире и в России в частности. Так вот, у нас в России сейчас доля альтернативных источников получения энергии не превышает 0,1%. По-моему, это порядка 0,06% вообще от всей получаемой энергии мы получаем ее за счет возобновляемых источников. Это ветер, это солнце, это гидроэлектростанции, там, по-моему, отдельно выделены. При том, что в Европе процент уже близится к 10 и выше. Поэтому слышать от Владимира Путина какие-то слова, которые негативно бы сказывались на репутации альтернативной энергетики, ничего удивительного, потому что Россия зарабатывает на продаже газа, Россия зарабатывает на продаже нефти, а возобновляемая энергетика, альтернативная энергетика – это дорогое удовольствие. И это скорее про экологию, это скорее про борьбу с глобальным потеплением, но это вот точно не про деньги, не про заработок. Прибыль дороже жителей в коммунальной сфере Оренбурга по-прежнему неспокойна. Жильцы домов, которые после банкротства Оренбургской остались без управления, жалуются, что даже при аварийных ситуациях на их здании не хотят реагировать. Тем временем управляющие компании делят между собой дома, которые могут приносить серьезную прибыль. Этот дом на Оксакова-16 уже стал эталоном отношения к жилым домам, в которые нужно только вкладываться, а соответственно и к жителям. Еще в бытность Оренбургской управляющей толком здесь ничего не делалось, а после ее банкротства вообще дом остался бесхозным. Кстати, как и еще три сотни таких же. И никто в них не заинтересован. Любая нештатная ситуация – это настоящее ЧП. Начала течь канализация с трубы, затопило весь первый этаж. Там, видать, хомуты все разорвало, трубу сдвинуло с места сама по себе. И начало топить. Тут все, грубо говоря, то, что туалет смывает, все у нас на первом этаже было. Мы начали звонить 005, 30, 40, 40, никуда дозвониться невыносимо. В квитанциях у нас написано, что аварийное обслуживание как бы Оренбургское, мы платим. Звоним туда, там трубки нету, номер не существует. И в итоге нам никто не приехал, ничего не сделал. Потому кто-то трубу поправил. Проводка, получается, замкнула, опять все лампочки в коридоре перегорели. Другая сторона медали. Есть дома, в которых, напротив, отличие от Оренбургской, заинтересованы сразу по несколько компаний. Причем это не ветхий жилой фонд. Чаще всего агитируют за переход в другую и, как правило, в только созданные компании. И это, как и в первом случае, не в интересах жильцов. Ходят как в виде агентов, развешивают объявления на дверях и баламутят народ. Вероятно, многие посчитали, что коммунальная сфера – достаточно прибыльный бизнес. Управляющие компании появляются как грибы после дождя. И начинают, как говорится, разбирать себе дома. Основная проблема заключается в том, что новые управляющие компании, как правило, не имеют какой-либо материально-технической базы. По сути, любой желающий может создать предприятие, а штат, наличие техники – это уже второстепенно. Вообще на сегодняшний день за душой ничего нет. Это просто нулевая компания. Просто нулевая на сегодня. Мало того, я еще понимал бы, например, руководитель той или иной созданной компании представлял какого-то специалиста из себя. Жильцово-коммунальное хозяйство – это довольно-таки очень серьезная структура, без которой, в принципе, ни один человек вообще проживать не может. И ни специалисту в этой сфере просто прийти. Ну, не знаю, цель, наверное, только одна – каким-то образом попытаться взять и, ну, скажем, на какой-то маленький период сесть на кресло и быстренько заработать деньги. Действительно, никаких серьезных требований к потенциальному руководителю управляющей компании не предъявляется. Это нам подтвердили и в Государственной жилищной инспекции. Необходимо лишь соблюсти некоторые формальности. К соискателю лицензии предъявляются определенные лицензионные требования. Это регистрация соискателей лицензии в качестве юридического лица на территории Российской Федерации. Это наличие у руководителя управляющей организации, соискателя лицензии, коллекционного аттестата. Отсутствие у него неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. Каких-либо иных требований действующие законодательства не предусмотрено. В частности, например, касающиеся штата управляющей организации, штата сотрудников, наличие аварийно-диспетчерской службы. Во всяком случае, многое беспорядочно, потому что сюда же идут не с целью подумать о вас, о нас, о всех и о заботах жильца, а в первую очередь схватить какие-то деньги. И вот пример, кстати, развалившись недавно Оренбургской, об этом свидетельствует. Еще во времена своего депутатства я говорил неоднократно, задавал вопрос, а вы для чего ее образуете? Потому что весь жилищный фонд был распределен между теми компаниями, которые были, и как-то все они с этим соглашались, и как-то все они, так сказать, более-менее успешно работали. Главное, на мой взгляд, просто нет человека, который способен, так сказать, все увязать это и привести к общему знаменателю. Нет ни в городской власти, там с этим вообще напряг, да и, судя по всему, и в областной тоже. Укрупнять не надо, но вот увязать интересы, их с интересами жителей с требованиями жилищной инспекции, вот это, безусловно, надо, и я думаю, что это еще одна обуза для нового губернатора. Даже когда ты приходишь на какие-то общие собрания своими соседями, во-первых, я не знаю, у кого-то собирается даже половина жильцов дома, собственников или не собирается. Вот в доме, где я живу, половина не собирается. Сейчас стало нормальной практикой, что все голосования проходят заочно, как раз-таки потому, что люди просто не готовы потратить час-полтора времени, раз в два-три месяца для того, чтобы обсудить, а как нам вот всем вместе жить и управлять своим домом. Если нам самим, в общем-то, в большинстве своем плевать, как и кто управляет нашими домами, как и кто тратит наши деньги, то я не очень понимаю, почему там ГЖИ должны усиливать контроль, администрация города. Ну, как бы в идеале, да, конечно, наверное, должны, конечно, должны прописать так законы, чтобы как-то обезопасить нас от компаний, которые могут вывести деньги и потом их не вернуть. Но прежде всего, мне кажется, мы сами должны проявлять большую ответственность по содержанию своего жилья. Нам должно быть просто не все равно. Инвалиды не получают положенные им средства для ухода. В центре города грузовики проваливаются под асфальт. Но есть и в Оренбурге добро. Какое оно, обо всем подробнее расскажет дежурный по городу слово Марии Фирсовой. Обидно, что остается надежда только на себя. В редакцию обратилась Вера. Она ухаживает за дочерью-инвалидом, которой необходимо каждый день 6 катетеров для мочи и спускания. Раньше Вера сама покупала необходимые средства, но сейчас у нее просто нет денег. Что теперь делать, женщина не знает. В фонде социального страхования объяснили, что заявление от женщины на обеспечение средствами поступило 25 июня. Сейчас заключаются госконтракты. Возможно, катетеры женщины получат в августе. Сейчас Вера может самостоятельно приобрести изделие, а после обратиться в фонд социального страхования за компенсацией. Других вариантов нет. Ушел под землю. Накануне вечером на улице Пролетарской провалился КАМАЗ. Точнее, его колесо ушло под асфальт. Очевидцы рассказывают, что на этом месте недавно был ремонт. Прокладывали новую трубу. Возможно, эти работы как раз и повлияли на качество асфальта. Сегодня место происшествия огорожено. Очевидцы рассказывали, что возле этой ямы в течение часа находилась целая делегация. Но о сроках исправления поверхности асфальта в мэрии пока не говорят. «Спасибо за помощь и внимание», — говорит Галина Ивановна медперсоналу госпиталя, который находится на улице Чечерина, а именно неврологу Анастасии Владимировне Непрокиной и всем медсестрам, которые были внимательны. Когда встречаешь добрых людей, и выздоравливать получается быстрее. Если вы стали свидетелем чего-то интересного и необычного, звоните в редакцию. Нам интересны ваши новости. И теперь информация для жителей нескольких улиц Восточного района Оренбурга. С понедельника 15 июля с 10 утра до 2 часов ночи 16 июля не будет холодной воды в домах по улицам, которые указаны на экране. Подвоз воды будут осуществлять по адресам. Проезд Промысловой 4,6 на 10-ю линию, а также на 15-ю. Руководство Оренбург-Водоканала приносит жителям извинения за временные неудобства. И это все о новостях на этой неделе. Впереди новые и новые события. О важном и интересном смотрите в нашем эфире. До скорой встречи на Оренбурге.